Родился Афанасий Феофанович Золотуев 24 ноября 1926 года в Читинской области. Рос обычным мальчишкой, учился, гулял с друзьями. Детские годы пролетели незаметно и в ноябре 1943 года в возрасте 17 лет был призван в ряды Красной армии. Службу начал рядовым в 67-м стрелковом полку. Он базировался в Читинской области. Афанасий проходил подготовку на командира минометного расчета. На фронте я с Японией, с Германией немного был. Случилась болезнь у меня. Сделали операцию мне на фронте, понимаете, аппендицит вырезал. И поэтому тогда ходился так, так сказать, в помощь. Потом, когда закончился, отправили нас в 6-я танковая армия. В ее составе был пойти. Отправили до войны с Японией. В 6-й танковой армии в звании младшего сержанта был зачислен в 1-й отдельный танковый батальон 9-го гвардейского механизированного корпуса. Он был сосредоточен в Монголии, в районе города Баян-Тумен. В конце июня 1945 года началось выдвижение войск на юг, границы с Китаем, оккупированную Японией. Впервые за историю военных действий танковая армия перешла через горный хребет Большой Хинган. Благодаря профессионализму наших военных и танкам Т-34 японцев застали врасплох. Фашисты были деморализованы, бойцы и их командиры сдавались в плен. В декабре 1945 года Афанасий Золотоев был направлен на обучение в Харьковское танковское училище. Демобилизовался из Ульяновского гвардейского танкового училища в 1975 году в звании подполковника. Афанасий Феофанович в курсе мировой повестки. Он искренне болеет за наших военных, участников спецоперации. Ветеран поделился искренними новогодними пожеланиями. Я хочу, чтобы они успешно закончили эту военную операцию. Закончили не только с Украины, но и 15 государств, которые помогают, пойдите. Чтобы вернулись домой, чтобы освободились. На гражданке Афанасий Золотоев более 20 лет проработал в Ульяновском городском водоканале в службе охраны труда.